Денис, я вас рад приветствовать, здравствуйте. Дмитрий Ильич, приветствую, спасибо за приглашение. Я хочу сперва поздравить вас и нас с тем, что вчера достигнут огромный, я считаю, успех. Были выбиты российские войска с агрегатного завода в Волчанске, там 30 зданий. Я бы даже сказал, я бы вас слегка подправил, выбиты не совсем корректно, они были уничтожены и остатки сдались в плен, взяты в плен, сдались в плен, поэтому выбиты даже не совсем правильно. Шикарно, ну видите, это такая мощная спецоперация, гура нашего и участвовал в том числе и РДК под вашим руководством. Все верно. Скажите, пожалуйста, какое значение имеет для нас вот эта мощнейшая операция? Нужно для того, чтобы лучше понимать ее важность, взглянуть на карту Волчанска, да, или того, что сейчас осталось от Волчанска. Это, по сути дела, ближайший город к границе Российской Федерации в Харьковской области, это север Харьковской области. Проблема была в том, что комплекс зданий на Волчанском агрегатном заводе с мая месяца находился под контролем ВСРФ и, по сути дела, сидел такой неприятной занозой, потому что он был в оперативном окружении силами 57-й бригады вооруженных сил Украины, но на сам завод они зайти никак не могли, да, любая, любые сражения в промзоне, любые сражения в каких-то заводских постройках всегда очень-очень сложны, да, то есть это толстые бетонные перекрытия, это этажи, это плиты, это железобетон, большие пространства, то есть там очень легко держать оборону и, с другой стороны, очень сложно штурмовать. Плюсом к этому в чем сложность? Из-за того, что войска РФ, кроме как сталинградской тактики, да, ничего не придумали, то есть они просто уничтожают все вокруг, соответственно, очень сложно организовать логистику, сложно забирать раненых, да, эвакуировать, очень сложно накапливаться, чтобы на завод непосредственно проникать, и все вот эти факторы, они осложняют, да, плюс еще с южной стороны естественным барьером является река, да, река Ворча, поэтому сложная-сложная задача, безусловно, и поэтому уже с мая месяца силами ВСРФ этот завод удерживался, и было, да, очень сложно развивать вооруженным силам Украины наступление дальше, чтобы вытеснять ВСРФ из города. Сколько зданий там, 30 где-то, да, на территории завода? Ну, я скажу так, что на момент начала операции их было значительно больше, сейчас там, по сути дела, это три больших цеха, это главное административное здание, ну и там все, что между ними, по сути дела, уже такое, превращено в остовые руины. Много российских солдат и офицеров находилось на момент штурма на территории Волчанского агрегатного завода? Я скажу вам так, до сих пор там не все завалы расчищены, да, то есть это действительно очень большая территория, там огромные цеха, да, 8-метровая крыша, это только одно из, да, зданий, она ввалилась, какое количество солдат противника под ней погребены, мы даже не знаем. Я могу сказать, что только бойцами РДК было взято в плен 8 человек, да, на момент последнего дня операции нашими товарищами боевыми было взято еще шестеро, если не ошибаюсь, да, то есть это только, мы сейчас говорим о тех, кто сдался в плен живыми. Количество погибших до сих пор уточняется, они лежат под завалами, они лежат на нижних этажах, то есть я пока даже больших точных цифр говорить не буду, скажу вот только про пленных. Пленные некоторые говорили, что их было 50, некоторые говорили, что их было 80, некоторые говорили, что их было там до сотни, то есть они даже сами немножко так дезориентированы, потому что они были рассредоточены по всей территории. Можем ли мы говорить о том, что украинские войска, благодаря этому взятию агрегатного завода, могут теперь спокойно выйти к границе, к государственной границе Украины с Россией? Тут возвращаюсь к началу нашего с вами Дмитрия разговора. Проблема в том, что, ну, проблема эта работает в обе стороны. Из-за того, что теперь, по сути дела, от Волчанской мало что осталось, и вся территория до государственной границы Российской Федерации, это такое поле, такой полулунный пейзаж, кратеры, островы зданий, руины. Там очень сложно прятаться, очень сложно организовать какие-то пункты, временные СПшки, ротные опорные пункты. Даже подкрепления, которые посылались на помощь окруженным на заводе, они ехали аж из Шебекина, да. То есть есть там тоже пленные, которые пытались их выручить. Там было сожжено как минимум четыре МТЛБ с десантом. Вот одному из десантников посчастливилось выжить, да. И он рассказал, ну, я стал его спрашивать, говорю, откуда вы приехали, где ваша точка накопления? Он говорит, Шебекин. То есть бог знает где, да, уже за государственной границей. Я как бы не хочу быть излишне оптимистичен. Я просто предполагаю, что территория между Волчанском и государственной границей Украины превратится в такую серую зону, которую будет очень сложно контролировать, причем в любой стране, да, и Российской Федерации, и Украине. То есть не буду, да, не буду слишком оптимистичен. Посмотрим. Естественно, мы сделаем все для того, чтобы выйти на рубежи государственной границы, но задача, это еще раз говорю, осложняется тем, что это, по сути дела, такое огромное выжженное поле. Я немножко хотел бы поговорить о вас, потому что вы представляете с ней очень интересной фигурой, и давайте мы будем начинать с детства. То есть сначала я начну с фамилии. Значит, пишут, одни пишут, что ваша фамилия Никитин, другие пишут, что ваша фамилия Капустин. Расскажите, настоящая фамилия какая? Зовут меня Денис, родился я в 1984 году в марте месяце в Москве. Фамилия моя Капустин, все правильно, это фамилия моего отца. В один момент жизни мне нужно было просто резко представиться какой-то подставной фамилией, скажем так. И первое, что пришло в голову, чтобы был не Иванов, был Никитин. И так сложилось, что я довольно долго жил под этим псевдонимом, то есть тоже интервью какие-то давал, и как спортсмен там выступал. Поэтому оно так и закрепилось за мной. Ваш позывной White Rex, это белый король. Почему? В 2008 году я организовал бренд одежды и спортивные экипировки. Мне очень хотелось придумать какое-то название, которое было бы довольно благозвучным в всех языках. Я, в принципе, по сути, полжизни свою прожил в Европе. И поэтому у меня было очень много друзей европейцев. У меня было... Ну, даже не только европейцев, в принципе, по всему миру. Я много времени отдал тому, что называется в современном политическом языке, правому движению. И мне хотелось иметь какое-то яркое запоминающееся название для бренда. Так как я изучал экономику и международный бизнес в Европе, у нас был отдельный урок по неймингу, так называемому. Там было много разных смешных примеров, как красивое слово в одном языке оказывается матерным в другом. И наш профессор рекомендовал обратиться к латыни, потому что латынь – это, по сути дела, такой. Хоть и мертвый, но язык вечный, с ним уже ничего не приключится. И трактуется он во всех других, как минимум, романских языках одинаково. Поэтому я решил скомбинировать. И был и белый, и был и рекс. Во всех языках звучит довольно благозвучно. Правда, некоторые люди с пробелами в образовании думают, что это собачья кличка, но пускай они лучше восполняют пробелы в своем образовании. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. Вы командир русского добровольческого корпуса. Командир и основатель, Дмитрий Ильич. И основатель. Расскажите, пожалуйста, что это за военное формирование русский добровольческий корпус, и как оно было основано, и какие у него цели? Я переехал в Украину примерно в 2017 году. Понятно, что были какие-то у меня друзья-товарищи до этого. По сути дела, я здесь тоже занимался организацией спортивных поединков. И 24 февраля 2022 года я оказываюсь, по сути дела, в совершенно ужасной ситуации. Я обладатель красного паспорта гражданина РФ, хотя я уже давно являюсь противником политики Владимира Путина и всей его клики. Самое смешное и самое ужасное, я всю жизнь считал себя русским националистом. Я ездил по миру с триколором, поднимал кулак, когда выступал на соревнованиях, гордился. Значит, вот как это все было замечательно в моей голове. И тут вдруг Российская Федерация нападает на Украину, прикрываясь какими-то национальными интересами. И я в абсолютной растерянности. Я понимаю, что я сейчас здесь никому не докажу, что я вот это они плохие националисты, а я хороший. Я вижу, как Владимир Путин просто, по сути дела, приватизировал и узурпировал само понятие русского национализма. А, так, если ты русский националист, ты за Путина. Если нет, то ты, значит, предатель, бандеровец, западный намид и так далее, и так далее. Я мечусь по Киеву, я не знаю, что делать. Я побежал в одно место, где вроде как обещали раздавать автоматы. Но единственное, что я для себя решил сразу, я отправил свою семью на западную Украину, сказал, что мы скоро увидимся, хотя я был уверен, что больше мы с ними не увидимся никогда, потому что я просто погибну на оборону боях за оборону Киева. Ну, зато сделаю это с честью. Я бегаю по Киеву, пытаюсь найти место, где мне, гражданину Российской Федерации, выдадут автомат, чтобы все-таки как-то защищать мой новый дом. В итоге я такое место нахожу, и там собирается довольно большое количество людей, парней тоже таких, не знаю, футбольных хулиганов, русских националистов, украинских националистов. Всем вместе нам нечего делить, все абсолютно понятно. Идет процесс какого-то минимального формирования, но я вижу, что вот как-то вот так все начинают делиться по национальному признаку. То есть белорусские подразделения появляются, полка Костюся-Калиновского, появляются какие-то грузинские национальные формирования, появляются формирования англоговорящих бойцов. И все понятно, да, а вот я мечусь, и вот как будто мне нигде нет места. И да-да-да, Денис, мы там тебя рады видеть, и, конечно, у меня есть репутация, да, там, имя, ну, мне могли доверить автомат, но мне не могли доверить управлять каким-либо подразделением, да, не было в Украине ни одной структуры, которая была бы готова взять на себя смелость и собрать вот такое вот русское подразделение. Я обращался в ТРО, я обращался в Вооруженные силы Украины, я обращался в Службу безопасности Украины, в силы специальных операций. И все там разводили руками, там, показывали наверх, там, ну, Денис, ну ты же понимаешь, или вы же понимаете. И я метался, метался, метался. Потом я просто вот собрал ближайших парней, друзей, которые тоже все, да, граждане РФ, такую мини-банду. Говорю, парни, давайте вот просто будем воевать, как умеем. Мы, правда, не умеем, но давайте попробуем. Друзья из Азова дали нам пару автоматов, там, ящик гранат, два ящика патронов, да, показали, что вот так, парни, вон там есть очень опасный участок фронта, нам подходит. И мы отправились туда, по сути дела, я не знаю, как это назвать, пиратство, чистой воды, да, пиратство 21 века, без умений, без навыков, без знаний, но с абсолютной уверенностью в том, что это делать нужно. Я пытался донести до силовых структур украинских важность русского подразделения, потому что путинская пропаганда во многом строится на том, что власть в Российской Федерации абсолютно монолитна, да, все русские за Путина, все россияне за Путина, да, они начали, значит, щекотать вот этот вот русский национализм, да, вот эту гордость и гордыню, гигантоманию вот эту нашу, значит, врожденную. Поэтому я предвидел пропагандистский эффект от русского подразделения, воюющего на стороне Украины. Я знал, что это будет заноза, я знал, что им будет больно и неприятно, я знал, что нас, конечно, будут все называть отщепенцами, предателями, значит, там, не знаю, власовцами и перебежчиками, но я к этому был абсолютно готов. Проблема была в том, что я никак не мог убедить в этом ни одну силовую структуру в Украине. И поэтому просто, да, мы решили действовать самостоятельно. Группа друзей, сумасшедших русских парней, которые решили, по сути дела, за свои деньги, на свой страх и риск бороться против российской агрессии. И постепенно, по сути дела, лето, начало осени 2022 года, у нас появился бренд, который мы сами придумали, русский добровольческий корпус. У нас стали появляться наши первые видео, хотя бы в секторе, да, это было Донецкая область, уже там какая-то молва у нас пошла, да, что есть, слушай, ты слышал, там есть какие-то сумасшедшие русские пацаны, они там за Украину воюют. Ну, то есть, доходило до смешного, Дмитрий, да, я там боялся брать в руки рацию и что-то там говорить. Я на украинском, к сожалению, не разговариваю, я разговариваю на трех языках, украинский мне не дается, очень смешной акцент. Вот я же говорю, мы ездили до первой поленицы, пацаны, поленица, все, мы сдаемся, мы русские, но мы за вас. И там были долгие выяснения. Я даже боялся брать в руки рацию, потому что я думал, сейчас что-нибудь скажу, что там у нас на позициях все нормально, весь сектор начнет думать, что зашло русское ДРГ, там все туда. Я отдавал нашим украинским товарищам рацию, чтобы они общались по рации и говорили, что все в порядке. И в какой-то момент я решил банально, вот за свои деньги, используя свои старые связи, поджечь несколько автомобилей. В Москве ключевых таких негодяев. И на меня обратил внимание, обратил внимание главного управления разведки, там уже в тот момент работал мой товарищ, да, у нас в принципе были такие старые связи, они были такие у нас товарищеские, да, дружеские, неофициальные. И тут он вышел со мной на связь и говорит, ты будешь воевать, Денис, я настроен очень серьезно, но у нас есть проблемы, у нас нет ни документов, ни финансирования, ни статуса, да, даже бог с ним с финансированием. Мы там 8 месяцев воевали за свои деньги, там за мои какие-то личные сбережения. Мы не можем передвигаться даже по Украине с автоматами, потому что, ну, кому я буду на блокпосту объяснять, почему у меня, гражданина Российской Федерации, автоматы, гранаты и автомобили, и куда я вообще собрался. И он мне сказал, так, давай, я, конечно, с большим трудом, но я попробую организовать это. Говорю, ну, слушай, только на тебя упала, потому что я обошел уже все ваши силовые структуры, все кивают, но никто не хочет с нами связываться. И мне мой товарищ помог, он действительно выбил нам первые, сколько это было тогда, 8 или 9 военных билетов, да, зеленых книжечек. И, ну, тогда, я не знаю, это было для нас, для всех равносильно билету на Марс, потому что, парни, мы легальные, там, ура, там, да, у нас не было гражданства, там, не знаю, даже вид на жительство половины не было, да, но у нас были заветные, значит, эти зеленые книжечки. И так, по сути дела, началось уже наше полноценное сотрудничество с главным управлением разведки. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Какие цели, вот цели у РДК вы можете очертить? Да, безусловно. Я человек очень амбициозный. Если бы я амбициозным человеком не был, наверное, все это было мне не нужно. Да, я бы тоже сел на автомобиль 24 февраля и сказал, парни, это не моя война, я вообще там за вас и за вас. Как же выбрать сторону? Я за мир, да. Ну, я человек активной жизненной позиции, да, скажем так. Поэтому я сказал, мы будем наливаться силой, мы будем расти, мы будем формироваться, мы будем профессионализироваться. И мы будем ждать, конечно, приближать, да, глобально ждать ситуации полноценного политического, социального, экономического кризиса в Российской Федерации. Мы будем его приближать, мы будем нагружать систему под названием РФ максимально, да, нашими атаками, нашими рейдами, нашей оперативной работой на территории Российской Федерации. Мы будем приближать этот час, когда вот этот колосс, да, все-таки подломятся его глиняные ноги, потому что, безусловно, эта война показала, насколько все там держалось, да, на вот этом мощном фасаде. Сейчас вторая армия мира за три дня, значит, тут раздавит, как госпожа Симоньян говорит, да, да что там воевать с этой Украиной, мы бровь поднимем, да. Вот они два с половиной года все никак не могут поднять ее армянскую бровь, да, и, значит, справиться с Украиной. Они тут обещали Киев за три дня, а в итоге они, он, вылетели с Волчанского агрегатного завода вчера. Вот, поэтому мой прогноз, да, если мы каким-то таким моделированием занимаемся, я убежден, что военное поражение, ощутимое военное поражение запустит процессы дестабилизации в России. Вот мы видим на примере Курской области, да, что там Владимир Владимирович там сжимая кулачки, значит, грозится там всех бандеровцев, банды, значит, оттуда выбить по щелчку пальца, да, заканчивается скоро второй месяц, ничего они там сделать не могут. Вот начинают люди роптать, да, потому что русский человек, к сожалению, так устроен, он готов терпеть любые тяготы, лишения, невзгоды, но до того момента, пока государство одерживает победы. Я в голове постоянно провожу параллели с войной 1905 года, когда опять-таки колосс Российской империи тоже, наверное, за три дня собиралась, да, уничтожить Японию, но что-то пошло не так, и поражение в войне с Японией, по сути дела, да, и запустило процесс полного развала России, да, там февральская революция, затем была октябрьская революция. Я убежден, что Российскую Федерацию ждет та же самая судьба, нужно просто напрягаться, да, безусловно, проливать кровь свою вражескую, воевать, держаться, и я убежден, что там просто треснет эта вся система. Да, я же очень много общаюсь с военнопленными, с ребятами, которые хотят воевать в русском добровольческом корпусе, они рассказывают мне о том, как там сейчас устроена система военная, полицейская, система федеральной службы по исполнению наказаний. Ну, я, ну, там даже нельзя сказать, что там расходуют там людей понапрасну, мясные штурмы, там вообще относятся к людям, как, как я не знаю, ну, к какому-то мясу или человеческому материалу. Вот у нас есть бойцы, они рассказывают, у нас было 100 человек рота, да, полнокровная, у нас было вот 5 на ка, 5 атак на украинские позиции. Ну, в итоге, да, мы там взяли украинские позиции, говорю, сколько у вас осталось? Двое. Я говорю, стоп, как двое? Где 98? Ну, там на деревьях там висят, там валяются, там, подожди, все погибли? Ну, да. И похожую историю я слышу с разных участков фронта, от разных военнопленных, они все эти вещи подтверждают. И я понимаю, что, ну, не от хорошей жизни набирают уже теперь из СИЗО, не от хорошей жизни набирают, там, каких-то африканских наемников, которые даже не разговаривают по-русски, да, если бы у вас все было хорошо и система не знала сбоев. Ну, вы подумайте, Дмитрий, вы знаете, сколько в столице, да, в Москве за единовременное, за подписание контракта платят, да, единовременные выплаты? Два с лишним миллиона. Это безумные деньги, это больше 20 тысяч долларов, ну, таких денег нету, ну, ни в одной армии мира. И самое смешное, люди не идут. Да. Понимаете? Поэтому говорить о том, что там, значит, все у них хорошо, там безумные успехи и так далее, и так далее, но я думаю, что Путин не ездил бы в Северную Корею и не крутился на пупке перед лидером из Северной Кореи для того, чтобы получить там какие-то снаряды и ракеты, если бы отечественный ВПК справлялся со всеми этими задачами, да, и, возможно, Пригожин кричал тогда, да, где снаряды, не потому что их там прятали на складах, а потому что банально выгребают, уже выгребли весь советский запас, а новые пополнять не успевают. И, ну, там, еще раз говорю, да, я не какой-то там безумный оптимист, я вижу, есть, конечно, сложности там на Донецком направлении, и там враг продвигается там, ну, Покровску сейчас, благо, он остановлен, там, других направлений, Парахово, да, понятно, это страшная война и там огромное количество жертв, да, но имидж России как суперсверхдержавы, мощный, страшный, он треснул, разрушен навсегда, и он только продолжает сыпаться. И такие военные успехи, да, как вот вчерашняя наша победа на Волчанском агрегатном заводе, это только подтверждает это. В России вы признаны террористом, ну, вас называют и фашистом, и неонацистом, это все понятно. Вы заочно приговорены к пожизненному лишению свободы. Верно, в декабре. Да, вас это не пугает? Ну, я в Российскую Федерацию собираюсь только на танке, да, я уже заявлял, на белом Абрамсе, красиво, заедем. Других причин мне появляться на родине, в принципе, нет. Бояться глупо, мы не боялись еще пока в Российской Федерации выступали против режима, да, в принципе, националисты в России, они были всегда оппозиционны, это сейчас они, значит, приватизировали, да, как я уже сказал, сам этот термин. Вот, поэтому мне бояться нечего было еще тогда, мы, я участник демонстрации, да, и беспорядков на Манежной площади, товарищи мои были участниками, и я, в принципе, кстати, тоже был на Болотной площади. Бояться, наверное, смысла нет просто. Тогда мы противостояли режиму палками, да, и там, коктейлями молотого, а сейчас у меня есть возможность пользоваться дальнобойной, дальнобойной террерией РДК, ударными дронами, да, и тяжелым вооружением. Вот, поэтому сейчас бояться уж точно смысла нет. Насколько я знаю, вы тоже являетесь экстремистом в Российской Федерации, вам тоже грозят какие-то сроки, правильно? Да, и террористам, и экстремистам, да, они мне дали 14 лет заочно и дважды объявили в международный розыск. Ну, видите, Дмитрий, у нас с вами получается такой криминальный клуб. Криминальный клуб по интересам. Скажите, вот вы упоминаете термины русский национализм. Дайте, пожалуйста, определение, что такое русский национализм? Я думаю, что это, конечно, в первую очередь совокупность целых пластов, да, и культурных, и, наверное, этнических, и, ну, на самом деле, постоянно, я считаю, находится общество, да, на протяжении веков российской истории в поиске, да, то есть что это было такое? Это самодержавие, православие, народность, да, а потом на смену этому пришел некий, да, такой homo советicus советский человек. Сейчас Путин пытается выстроить новый, да, какой-то такой русский национализм, как он считает, да, в его понимании русский национализм это, значит, слияние всех наций России, всех этносов в одно, но только для того, чтобы противостоять всему остальному миру. Я считаю, что это однозначно, ну, не просто тупиковый путь, это просто путь в ад и для русской нации, и для всех остальных наций, которые населяют территорию Российской Федерации сейчас и, безусловно, для всех соседей. Просто очень здорово говорить, что вы воюете за интересы России тогда, когда в топку этой войны нужно кидать, значит, каких-то мотивированных дурачков. Привожу вам простой пример. Когда я ходил в футболке, я русский, да, там, 10-15 лет назад, это считалось криминалом, за это могли, значит, завести уголовное дело или набить морду, ну, мне набить морду сложновато, я парень крепкий, но тем не менее. А сейчас что они делают? У певца-шамана официальный мерч – это футболка с надписью «Я русский». И я говорю, парни, а как так здорово у вас получается, да, когда вам русский национализм не нужен, и он не в моде, вы за него сажаете, а когда у вас стали заканчиваться мотивированные солдатики, вы сразу сказали «За Россию, там, ребята, скорее, скорее», ну, оно же так не работает, ну, вы или, да, крестик наденьте, да, и тусы стимите, наоборот, да, как в этом анекдоте. Поэтому я считаю, что проблема сейчас основная в том, что замазали кровью, да, и грязью само понятие русского национализма. Я вижу основные, да, какие-то столпы, аспекты в том, что люди должны знать, в первую очередь, собственную культуру, родной язык, фольклор, да, историю. История у нас постоянно переписывается, да, в свое время Задорнов сказал очень интересный такой афоризм, что Россия – это страна с непредсказуемой историей, да, то есть в угоду политическому режиму. Он сказал не так, не так немножко. Мне в интервью он сказал, Россия – это страна с непредсказуемым прошлым. А, с непредсказуемым прошлым, да, да, вот видите, ну, да, вот из первых уст это гораздо интереснее. Ну, да, я передал суд. То есть, ну, о чем это говорит? Нету другой страны в мире, которая в угоду политической власти, политическому режиму готова пересматривать, переписывать, переснимать, да, исторические события, вымарывать собственную историю или добавлять в нее что-то. Вот. Нужно это принять, да, и взять, ну, как-то, я не знаю, возможно, вообще обнулиться, да, там, и зацепиться за какие-то вот аспекты культуры, языка, исторического наследия, культурного наследия, духовного наследия и вообще выстраивать что-то новое. Ну, нам не нужна вот эта гигантомания. Ну, я не был фанатом присоединения Крыма, да, будучи русским националистом, я всем задавал один и тот же вопрос. Говорю, парни, ну, я до Новосибирска объездил все миллионники. Ну, там куча проблем. Разруха, разбитые дороги, там, не знаю, нищета, криминал, там, разваленная инфраструктура, социальная система. А нам вот точно нужно было поссориться со всеми, да, и еще оттяпать какой-то кусок, который мы же тоже не освоим. Ну, революция, да, и война там какая-то, оно все должно быть не во внешний мир направлено, а во внутренний. Нам нужно заниматься обустройством собственной страны, да, вот национализм, да, чтобы у нас не было там ни нищих, ни наркоманов, ни алкоголиков, ни детских домов. Вот русский национализм. А вы нападаете на соседей и говорите, что мы это делаем, потому что мы, значит, русские великие, там, с нами Бог и так далее. Так вы же живете в дерьме, вы живете в дерьме и в нищете. Вместо того, чтобы заниматься этими вопросами, да, социалкой там собственной, вы отвлекаете собственное население на войну с соседями и бежите еще и с флагами каким-то там русского национализма. Ну, то есть меня вот это всегда убивало и раздражало. Как ты можешь говорить о любви к собственному народу, если, ну, я даже солдат вижу, да, которые там со сломанными ногами там идут вперед, потому что это просто мясо. Ну, в каком месте вы русские националисты, если вы... Ну, кто для вас русский тогда? Расходный материал, да, как сейчас говорят, люди – это новая нефть. Ну, вот, да, душить их там, кидать их там на бой, в мясо. А скажите, вот лозунги такие «Россия для русских» вы вообще поддерживали? Вы считали в свое время, что в России не место таджикам, кавказцам, другим представителям других национальностей, нерусской национальности? Ну, вот, место, не место – это не совсем правильный термин. Я очень много в своей жизни прожил в Европе. Я прожил в Германии, в Ирландии, в Италии, в Бельгии, в Нидерландах. Я был в Швеции, там тоже много друзей, товарищей. Я видел, как работают и как не работают программы интеграции представителей других национальностей. Если вы видите, что представители других этносов, культур, религий ухудшают вашу криминогенную ситуацию, социальную, осложняют жизнь местного коренного населения, она становится более опасной, она становится более криминальной. Значит, это не рабочая программа, значит, государство должно вмешиваться, значит, оно должно регулировать это. Исламизация – сейчас огромная проблема для Европы. И для России, кстати, тоже. Все, ну, у нас на родине очень любят тыкать на Запад, да, и видеть соринку в чужом глазу. Между прочим, самый большой рост мусульманского населения, он наблюдается в Российской Федерации, да, но об этом не принято говорить. Если вы сейчас обратите внимание, Россию просто захлестнула волна этнического криминала. Это значит, что программа интеграции, да, или ее вообще нет. Вот так быть не должно. Вот я убежден в том, что местное коренное население в любой точке мира не должно страдать от населения пришлого. Вот этот вопрос, он должен быть проработан всегда, да. То есть не идет речь о том, что там кто-то должен быть поражен в правах, или там давайте восстановим, там, не знаю, апартеит или сегрегацию. Нет, я был в Южной Африке, мне было очень интересно посмотреть на опыт, через который, да, прошла страна. Я разговаривал с представителями разных этносов, там, с белыми, с темнокожими, да, у них было как-то white, colored, black. И, да, только если colored, это цветные, вот я как раз разговаривал с представителями того поколения и расспрашиваю, да, как вот, как был устроен мир в ЮАР в эпоху апартеида. Я просто понимаю, что бесконтрольная миграция – это тоже путь в ад, да, и мы можем наблюдать это на примере европейских стран. Понимаете, моя хорошая-хорошая знакомая живет в ФРГ, и она приехала туда, там, практически, там, 15 лет назад, 20 лет назад. И она мне сказала, Денис, я не понимаю, почему я должна теперь ездить на работу с газовым баллончиком в кармане, да, и я не хочу этого. Я, там, не против других наций, я не против других этносов, я не против других культур. Но почему получается, что иммигранты не соблюдают, да, ни законов, ни порядков страны, в которую они приезжают. Почему, если люди приезжают в Судовскую Аравию, их просят, да, не носить нательные кресты, там, да, не ходить, там, в шортах и так далее, соблюдать правила. Почему это не должно работать на примере других стран? Да, поэтому я убежден в том, что есть процессы, которые государство регулировать должно, да, это важно, потому что интересы коренного населения, я считаю, всегда должны стоять на первом месте. И все это регулируется, на мой взгляд, какой-то законодательной базой, а не просто так, там, открыть границу или просто так закрыть границу, да, ну, это мир более сложный. Мир глобальный, безусловно, да, мы не можем сейчас сказать, все, давайте, ну, окуклимся. Вот это же Александр Таджиков, Россия для русских, там, не знаю, да, там, так, так мир работать уже не будет, это понятно. Мир глобальный, рынки глобальные, рынки труда тоже глобальные, да, то есть это все понятно, что уже теперь мир, в принципе, стал очень маленький, да, вы путешествуете по миру, вы прекрасно знаете, что вы можете проснуться, я не знаю, там, в Нью-Йорке, да, поужинать, в Мексике проснуться уже в Париже, грубо говоря, да, в течение 24 часов, поэтому это сложный, комплексный процесс, я видел, был свидетелем того, как он провалился, да, вся, по сути дела, мигрантская политика в Европе, я ее считаю абсолютно провальной, и бесконечные эти бунты, и криминал этнический тому явное подтверждение. В конце концов, я считаю, что, да, вот просто добавлю, вот есть примеры политики национальной в Японии, в Израиле, да, она там довольно жесткая в отношении иммигрантов, да, приезжайте к нам в страну, ну, ребята, будьте любезны, поэтому я думаю, что стоит обратиться к опыту таких стран. В 2001 году вместе с семьей вы переехали в Кёльн, в Германию по еврейской линии. Вы еврей? Нет. Я не еврей, но... Но линия была еврейская. А? Но линия была еврейская. Мне нужно было подготовиться лучше, я бы вам показал свое свидетельство о рождении, еще вообще-то в Советском Союзе полученное, и там, как вы знаете, указывается национальность. Национальность. Да, да, да. Я не хочу подставить людей, которые нам в свое время помогли, просто это была схема, скажем так, по которой в те времена можно было в ФРГ заехать. В Википедии во многих публикациях о вас очень много противоречивых фактов, вот я пользуюсь случаем тем, что мы разговариваем с вами, хотел бы уточнить. Пишут, ну, понятно, что вы были русским националистом. Пишут о том, что вы были скинхедом, что вы избивали, значит, будучи бойцом ММА, избивали, значит, не русских, всех, кто попадался под руку кавказцев, среднеазиатов и так далее. Пишут, что вы были футбольным хулиганом, что вы ездили с футбольными фанатами по разным городам и странам и активно участвовали в драках между футбольными фанатами. Пишут, боже, чего только не пишут. Ну, расскажите, что за жизнь у вас была? Была и есть, Дмитрий Ильич, была и есть. Моя жизнь насыщена событиями и людьми, и яркими встречами, и контактами, и путешествиями. Я в 20-летнем возрасте принял для себя решение насытить свою жизнь, насколько уж она будет долгая или короткая, яркими эпизодами, яркими днями. Да, безусловно, я был футбольным хулиганом, болел за... ну, болел такое слово. На стадионе я был редким гостем, а вот подраться я любил всегда. Да, ЦСКА Москва, Ярославка, парни, кто будет смотреть, всем большой привет. Довольно долгий период своей жизни я отдал то, что называется, организованному насилию, да, встречам с другими такими же отмороженными любителями помахать кулаками. Вот мы там в чистом поле выходили, там, 10 на 10, 20 на 20, 30 на 30, вот, или где-то там пересекались друг друга, ловили в нашей такой хулиганской зорнице. Я не чураюсь этого ни в коем случае. Я считаю, что это мужское абсолютное занятие, да, если вы хотите подраться, и я хочу подраться. И вот наши с вами жизненные пути пересеклись, да, почему бы нам этого не сделать. Вот. Не вижу в этом я ничего предосудительного, не вижу в этом ничего криминального. Я думаю, что, в принципе, в современном мужчине не очень много остается, да, пространства для маневра, как-то вот свою такую удаль молодецкую проявить, да, чаще всего это происходит за рамками закона. Спортом, да, я занимался, я занимался и боксом, я занимался и ММА, и, там, тайским боксом, кикбоксингом я выступал тоже, есть у меня там победы, есть поражения. Тоже все это, считаю, очень важным, неотъемлемыми ступенями в формировании мужского характера. Это тоже все было. Говоря о моей, значит, скинхедской юности, как пишут в интернетах, мне очень интересно, конечно, кто и откуда решил, что настолько подробно знает мою биографию, своих политических взглядов правых я никогда не скрывал, были в моей жизни стычки с политическими оппонентами, безусловно, да, если есть правые, то, значит, обязательно будут левые, да, то есть это в моей жизни было. Ну, так, чтобы я занимался там целенаправленно каким-то уличным насилием, поиском пресловутых, как любят говорить, таджикских дворников, вот, ну, это, конечно, апокриф, да, как, если, если не говорите плохими словами. Вот. Проблема в том, что политическая жизнь в России, в принципе, была очень давно удушена абсолютно, и мы, как, да, сторонники какой-то правой идеологии, националистической идеологии, у нас не было возможности, в принципе, на легальный протест. Ты не можешь, и это парадокс, да, который был и, кстати, остается, там, начиная там с двухтысячных годов, ты не мог в России начать основать какую-то русскую партию, русское движение, там, я не знаю, клуб любителей, не знаю, шахматы городков, русское землячество, да, можно было иметь кавказское землячество, можно было иметь союз молодежи Дагестана. А вот как только ты заикался о какой-то русскости, да, сразу так, так, вы что там все, фашисты, что ли, у тебя дед воевал, да ты его, да, и все, это душилось. И из-за того, что у нас не было возможности на какой-то протест легальный, ну, конечно, ну, кровь кипит, ты смотришь, считаешь, там, это правильным, а это неправильным. Я всю жизнь был человеком дела, я всю жизнь был человеком действия, и поэтому, ну, да, конечно, были там какие-то, там, не знаю, там, стычки, беспорядки, с кем-то, там, мы дрались, я же говорю, да, с политическими оппонентами, вот. Но, там, как пресса западная любит, там, рисовать из меня, там, какого-то кровожадного охотника на дворников из Таджикистана, ну, это, конечно, глупость. Вам людей убивать приходилось? Конечно. Мы же на войне, Дмитрий. А до войны? Ну, были жесткие драки, так скажу. Были там и драки с применением подручных средств, скажем так, да, мое лицо, ой, испещрено граммами, да, тут, тут все это присутствует. Вот, ну, я, конечно, не знаю, но стычки были жесткие, чем уж как они там для кого заканчивались, сложно предположить. Ну, в поножовщинах тоже я участвовал, давайте так скажем, потому что жизнь столичная в период, там, года до 2010-го, она была, ну, такая, непростая, если ты себя считаешь, да, там, уличным активистом. Вот, и кто помнит поход в парке Горького на рубеже 90-х или 2000-х, тот меня поймет. Слушайте, так вы весело жили. Я продолжаю весело жить, Дмитрий. Тесак, знаменитый русский националист Марцин Кивич, да, его фрагмент, который при странных обстоятельствах погиб в тюрьме, умер в тюрьме. Я считаю это убийством, я считаю это убийством, ну, есть у нас, да, статья в уголовном кодексе «Доведение до самоубийства», да, был он к этой черте подведен или, там, сделал это собственными руками, или это было сделано руками каких-то убийц, для меня разницы нет. Вы дружили с ним, да? Да, это мой товарищ, это мой соратник, да, как принято в нашей среде говорить. Мы были в хороших, товарищеских, приятельских, дружеских отношениях, да. Почему вы приняли решение переехать жить в Украину? В какой-то момент, после 2014 года, после революции достоинства, мне стало очевидно, что если ты вот националист не за Путина, то сейчас тебя мы тут, значит, будем постепенно-постепенно придушивать, да. Вот, ты националист, да, Крым наш, как, Крым украинский, а, так, ты что, ты за этих, за Бандеру, так, ну, мы сейчас тебя, ты поддерживаешь, там, Донбасс, ЛНР, ЛНР, говорят, я не поддерживаю. А, ты не поддерживаешь, так, ну, сначала карандашом, да, а послезавтра уже там начнется. И мне стало очевидно, что, ну, это, наверное, плохо кончится, просто я же говорю, да, из-за того, что я такой активный по жизни парень, в какой-то момент, ну, наверное, будет у меня неприятный разговор с представителем Федеральной службы безопасности, или там, Центром противодействия экстремизму, и, наверное, может этот разговор для меня закончится плохо. Ну, видите, по сути дела, так оно и могло, могло остаться, вот, и я просто понял, что климат вот этот в России, он становится все более тяжелым, ну, не только для националистов, а, в принципе, для любых оппозиционеров. Ну, да, время показало, что я был прав, да, где там сейчас Навальный, да, к сожалению, там уже в лучшем мире, да, все там эти российские оппозиционеры записные, тоже они там все либо на нарах, либо их там выдавили из страны, вот, ну, мне бы, наверное, такого шанса не предоставили, меня бы, наверное, точно убили еще тогда. Вот, поэтому мне стало очевидно, что надо родину покидать, а Украина для меня была абсолютно страной близкой, у меня здесь было много друзей, и я себя здесь вольготно и уютно чувствовал, и мне предложили, да, заняться просто плюс ко всему тем, что мне нравится, да, организовывать турниры по боям смешанного стиля, по миксфайту, поэтому для меня это решение было довольно таким органичным, вот, я, в принципе, легкий на подъем человек. Я не сомневаюсь, что вы хорошо знаете историю, и не сомневаюсь, что вы очень много думали, размышляли над этим, анализировали и пытались найти ответ на многие важнейшие, основополагающие вопросы. Скажите, пожалуйста, а что, на ваш взгляд, не так с Россией и русскими? Знаете, Дмитрий, я понял, что я своей страны не знаю в прошлом году, когда я стал активно общаться с военнопленными, военнопленными ВСР. Я из Москвы, это первый, да, фильтр, и из хорошей семьи, это второй фильтр. И мои родители сделали все, чтобы оградить меня от нашего глубинного народа, да, так называемого, как сейчас модно говорить. Да, конечно, я объездил до Новосибирской, все миллионники, но даже там жизнь иная, нежели вот в России, да, провинциальной. И я понял в какой-то момент, что, ну, даже не совсем так, мой старший товарищ обратил на это мое внимание. Понимаешь, Денис, вот мы с тобой, там, русские националисты, у нас есть какая-то там идея, да, какие-то чаяния, чтобы вот наша родина процветала, чтобы наши люди, там, это же все, значит, вот культура, история, там, да. А ты понимаешь, что это кроме нас с тобой, там, 90% людей, им это вообще неинтересно. И кроме того, что мы с ними разговариваем на одном языке, нас с ними, в принципе, больше ничего не объединяет. И мне эта мысль тогда показалась какой-то абсолютно дикой. Ну, как, мы же тут все русские люди, там, вот все, держава наша, значит, вот свой сгадает, там, и Петр Первый, там, и Александр Невский, и там, я не знаю, значит, Циолковский, Чайковский, Достоевский. А потом, да, я встречаюсь с пленным, который сел в тюрьму, потому что он украл забор, сдал его на чермет, сел в тюрьму, вышел из тюрьмы, ему дали повестку, и он поехал сюда на войну. И у него на ногах кроссовки, там, за 300 гривен, да, или там, за 300 рублей, и он всем доволен. И я думаю, а о чем мне с ним говорить, да, ну, вот, была забавная ситуация, причем там в этот момент находился вот Макс Цезарь, да, и он ему начинает там разговаривать, говорить там о каких-то высоких материях, о чести, о доблести, да, там, значит, как же вы можете, русские мужчины, там, где же ваша там честь, это же наши добрососеди украинцы. А я понимаю, ну, да он же дебил, ну, вот этот тип, да, не Цезарь, а вот этот тип, которому он там пытается какие-то высокие там мысли, да, в голову вложить. И я потом на них смотрю, на всех, так, я говорю, слушай, а сколько у тебя зарплата? Ну, там, 25 тысяч рублей. И у меня просто начинает там вся вот эта картина складываться. Началась война, и в украинских СМИ показывают там, значит, российские оккупанты воровали в бучу унитазы. Я думаю, ну, я понимаю, там, ну, война, пропаганда, это все очень важно. Ну, блин, ну, какие унитазы, ну, ребята, ну, камон. Ну, я, ну, вот, неужели... Московский мальчик не мог понять, как можно воровать унитазы. Ну, я представляю просто, ну, хорошо, хорошо, вот я украду унитаз, приду домой, и это будет, там, третий унитаз у меня, потому что у меня в квартире, там, два санузла. Не, а вот Серега, интересно, вот он живет, там, да, где-нибудь, там, в центре Москвы, он украдет унитаз, да, не, ну, это бред. А потом, мне стало настолько интересно, я просто люблю, да, в природе вещей разбираться, я своим ребятам заказал такое мини-исследование, там, средняя цена, да, унитаза в Российской Федерации, господи, да, не думал, что мы с вами опустимся до разговора об унитазах, да, но все-таки придется. Или поднимемся. Или поднимемся, да, да, да. И вот, значит, он говорит, слушай, Денис, а тут такое дело, средняя, там, цена унитаза, там, 12-15 тысяч рублей, и я понимаю, что если у него 20 зарплата, так это, получается, для него предмет роскоши, елки-палки. Я думаю, так, стоп, а где он живет? А это двухэтажный барак. Дмитрий, Обама, жду от вас. Да, Обама, да. Обама, да, конкретно. Там вообще нет унитазов, и для них это роскошь. И они приходят сюда и видят там мощеную, да, там, бетонированную дорогу в Буче. Ого! Да, конечно, в Москве месяц назад открыли там 16-ю линию метро, да, и, как сказал мой товарищ Алексей, Москва, это Вавилон, это фасад прекрасной России будущего. Да, безусловно, но это один город на 140-миллионную страну, которая живет в нищете, где 80% населения работает там на 5% населения, да, и имея такие колоссальные природные запасы всего вообще на свете, эти люди живут без унитаза. Да, да, то есть, ребята, вы не в том месте, да, опять к вопросу, проявляете русский национализм, почему у вас люди живут в нищете, да, в дерьме, извиняюсь за выражение, с забитым абсолютно бесправием. Я с ними разговариваю, я говорю, парни, а почему вы не бунтуете, ну вот у вас же автомат в руках, вот почему ты не бунтуешь, ну тебя избивают там, ну там, я знаком с насилием в российской армии, теперь прекрасно, да, я разговоров с пленными провел кучу. Там и изнасилование, и избиение, и казни, и пытки, все это в полный рост. Я говорю, а почему вы не бунтуете, почему вы не берете в руки автоматы, хотя стоп, они же даже у вас есть, ну а что я, ну вот я один возьму, но меня забьют, меня никто не поддержит, да, вот, и вот эта атомизированность населения, она, конечно, сильно очень влияет. По сути дела, Россия сейчас это такой высокотехнологичный гулаг, и я, я как бы не хочу выступать здесь адвокатом, да, собственной нации, в чем нюанс? Вот я такую непопулярную скажу вещь, я, в принципе, человек прямой, вот многие украинцы говорят, да вот Россия, русские, вы там все рабы, вы не можете поднять головы, там вы не можете восстать, вы не можете подняться, вот смотрите, мы там поднялись, Майдан, там, и оранжевая революция, туда-сюда. Я понимаю, я это все прекрасно понимаю, я уважаю однозначно храбрость украинцев, силу украинского оружия, духа этого вольного, я все это прекрасно понимаю. Но я всем привожу один простой пример, говорю, ребята, вот смотрите, был оккупирован Херсон, да, практически сразу в самом начале войны. Выходят люди с голыми руками, с флагами, там, останавливают колонны, слава Украине, вперед, там, оккупанты, вон, отсюда, туда-сюда. Первую неделю это происходит, вторую неделю это происходит, третью неделю это происходит, а потом вдруг раз, и мы больше не видим новостей из Херсона вообще. Никаких украинских флагов, никаких демонстраций, вдруг резко новости о Херсоне пропадают из эфира. Хм, странно, ну ладно, идет война, вроде как сейчас не до этого-то, а потом, да, уже деоккупация происходит, и выясняется, что за время оккупации порядка четырех сотен граждан Украины прошли через пыточные, через околотки, да, были избиты, были изнасилованы, пропали без вести, да, и все. И вот вам город, по сути дела, большой, да, который был погружен в абсолютный всепроникающий страх и ужас всего за несколько месяцев. А Россия живет в таком режиме, ну уже порядка двадцати лет, понимаете, ну я же, я же, ну я конечно там парень молодой, да, но я все-таки помню эпоху, да, вот начало, вот конец Совка, начало Новой России, Слом, я прекрасно помню, как люди просто в Москве гоняли ОМОН по городу там вениками, да, грубо говоря, гоняли там всех, захватывали БТРы, которые приезжали, чтобы их разгонять. Я помню осаду Белого дома, там штурм Останкина, я просто помню все это очень хорошо, у меня отец участвовал в тех событиях, вот, тоже там приехал, говорит, я обладел, там в центре Москвы стреляют, вот, то есть, ну мне не нравится вот этот тезис о том, что мы население рабов, да, вот там людей, которые, страна рабов, которые склонили голову. Ну, это произошло не просто так, да, это произошло из-за того, что вот этот гнет, он был систематический, да, самая рафинированная система распознавания лиц в Москве, да, в московском метро. То есть, еще раз говорю, это высокотехнологичный гулаг, нечеловеческая совершенно система пыток, наказаний, да, все мы видели эти страшные кадры, там, швабры в задницу, да, это еще только часть того, что мы видели, мы не знаем, да, вот масштаб этой всей ужасной картины, ну, наверное, мы себе даже не представляем. Поэтому, я думаю, что причина кроется именно в этом, да, в том, что люди задавлены, но задавлены, откровенно задавлены страхом. Вы знаете, для меня настоящая российская оппозиция это вы, потому что вы с оружием в руках, да, вы с оружием в руках, какая задача оппозиции, добиваться власти, вы с оружием в руках добиваетесь власти и правильно делаете. Что вы думаете о той российской оппозиции, которая находится за границей, о той российской оппозиции, которая даже при наличии взятой территории украинцами в Курской области не пожелала, даже не выразила никакого желания приехать в Курскую область, поучаствовать в руководстве Курской области. Что вы думаете о той российской оппозиции, которую сотрясают жуткие скандалы, например, скандал между Певчик с одной стороны и Ходорковским Невзлиным с другой? Что это за оппозиция? Можно честно и прямо? Нужно. Ну, это просто чепуха и ерунда, это сборище сбитых летчиков, у которых было 20 лет времени, у которых был огромный ресурс финансовый, у которых был огромный ресурс людской, медийный, и которые им, ну, не то что неправильно распорядились, они просто спустили его даже не в трубу, а в унитаз. Сейчас, да, у нас, видите, с вами унитазы, красные линии проходят унитазы через нашу с вами, Дмитрий, беседу. Я помню прекрасно выборы мэра Москвы за Навального, за Навального проголосовал один миллион человек. Это безумная цифра, это безумная цифра. Ну, парни, миллион человек, ну, хорошо, давайте, отметаем женщин и детей, отметаем стариков, отметаем инвалидов, коллег, оставляем просто 10 тысяч мужиков. Вот 5 тысяч берет в руки палки, а 5 тысяч берет в руки рогатки. И мы идем к зданию мэрии и спрашиваем, кто сегодня мэр. Да, ну, грубо говоря, я утрирую. Я не считаю, что насилие – это ответ на все вопросы, да, и не хочу, чтобы там ваша публика, Дмитрий, подумала, что вы там пригласили какого-то, значит, фашиста, неонациста, шизофреника к себе в студии, вот он, значит, машет. Раньше махал ножами там и коктейли Молотова, а теперь стреляет автоматами. Нет, безусловно, насилие не является ответом на все вопросы, но путинская власть – это чисто восточная кровавая деспотия, которую вы не можете сковырнуть мирным протестом, вы не можете умно проголосовать против человека, который узаконил пытки и внесудебные казни. Вы не можете с фонариками, да, или там, я не знаю, с каким-то там, не знаю, там, значит, массовым чаепитием свергнуть убийцу тирана и палача. Ну, оно так не будет, работайте, ребята, но это же не какая-то там вялая, там, значит, демократия Запада, где там люди выходят на улицу с требованием, их слушают, там, да, идут на какие-то компромиссы. Ну, мы видели все, как ОМОН московский там, да, в мясо просто забивает людей, а вы что делаете? А вы, вы кричите там, кидаете в них бумажные стаканчики, ставите лайки в интернете. Нет, парни, ну, нет, к сожалению, к сожалению, для того, чтобы произошла русская революция, да, ну, придется замесить кровь и грязь, и кишки, и порох, иначе не будет. Мы прошли тот этап, когда можно было выйти на улицу, постоять, покричать лозунги, там, да, как там они любили, там, мы здесь власть, они там кричали. Ну, этот этап мы давно прошли. Ну, ребята, вы его упустили, вы бездарно, абсолютно преступно распорядились тем ресурсом, да, теми массами людей, которые были за вас готовы идти. Ну, там, ФБК может выпустить там очередное расследование про очередного коррупционера, вора, там, не знаю, чиновника, казнокрада, ну, чтобы что. Ну, вы уже подняли ставки максимально, вы показали прекрасный, безусловно, с точки зрения жесуры, с точки зрения журналистского расследования, фильм про дворец Путина. Я с большим интересом его посмотрел, я не удивлен, да, ну, хотя даже меня там цех для обработки яиц и аквадискотека удивили, врать не буду, да, хотя я в своей жизни побывал там в дорогих рублевских особняках и так далее, да, но, тем не менее. Окей, хорошо, вы выпустили потрясающее журналистское расследование, интересное, даже с точки зрения художественного. И что? И ничего, да, ну, дальше, ну, идти на повышение ставок вы уже не можете, это президент, ну, выпустить расследование про, там, премьер-министра, ну, окей, чтобы что, там, показать, кто богаче, кто больше украл, ну, оно так не работает, оно так не работает и не будет работать. Ну, ребята, вы выходите на улицу, вы выводите за собой, там, толпы людей, ну, значит, надо брать на себя ответственность, значит, надо брать на себя смелость и вести людей вперед, да, вести людей за собой, да, не говорить там все вперед, а говорить все за мной. Ну, раз уже ты взялся, да, политиком быть, да, вот тот же Макс Тесак, он, например, прекрасную и мудрую сказал фразу, я уж не знаю, был ли он ее автором, да, что нужно быть готовым, принести в жертву свою жизнь ради идей, в которые ты веришь и которые ты пропагандируешь. А если ты не готов, ну, значит, ты не на своем месте, значит, ты не имеешь на это право. И эти люди просто в итоге, там, занимаются каким-то словоблудием, очевидными, там, какими-то круглыми столами, да, они обсуждают, как вот нам обустроить прекрасную Россию будущего, когда Путин, значит, там, не знаю, умрет, пропадет или, там, провалится под землю, ну, это, конечно, все интересно и важно, но как насчет того, чтобы освободить Волчанский агрегатный завод от его солдат, да, как насчет того, чтобы отбить очередную атаку, да, как насчет того, чтобы деоккупировать какие-то территории, на которых сейчас стоят его солдаты, ну, они никуда уходить не собираются, ну, и к тому же, опять-таки, вот это, мне не нравится их маниакальная фиксация на одном-единственном человеке. Вот Путин, ну, вот умрет Путин, ну, что, да, умер Сталин, ну, рухнул Советский Союз или что? Нет, этого не произошло. Ну, это тоже неправильный, тоже неправильный путь. Вот Путин, 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 да, знаете, вот на Нюрнбергском процессе линия защиты, которую выбрали последователи Адольфа Гитлера, она была очень простая, все повесить на Гитлера. Я выполнял приказ, да, вот Гитлер, 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 Гитлер был плохой, да, конечно, мы все знаем, но вот, 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 я, я, я не при делах, вот, да. Да, здесь похожая история, давайте вот мы сейчас будем говорить, что Путин плохой, вот он как-то вот уже когда-нибудь там умрет, он там старенький уже, и вот тогда все закончится. Не закончится, ну, есть Володин, да, есть Патрушев, есть там, не знаю, Золотов, Бастрыкин, там, есть полноценный весь этот силовой аппарат, ну, никто так просто эту власть отпускать из рук не будет, не будет ни в коем случае. Говорить о том, что там Россия без Путина, это значит, все там расцветет и все будет круто, ну, я не согласен, я в это не верю. И к тому же, опять-таки, хорошо, а что вы делаете для того, чтобы его вот эта кровавая власть, которую вы сами, да, так сильно ненавидите, чтобы она ушла, что вы делаете для этого? Вы собираете круглый стол там, не знаю, в Риге или вы там, квадратный стул в Париже? Ну, окей, хорошо. Ну, почему российская оппозиция ни одной копейки, ни одной копейки не потратила, чтобы помочь русскому добровольческому корпусу? Почему? Потому что в глубине души они верят, что как-нибудь оно само все рассосется там когда-нибудь, и они вернутся, да, обратно на свои роли. А вот если они сейчас нам помогут, ой, они же террористы, это мы финансируем терроризм, ой, не дай бог, да. Вот к чести, кстати, господина Невзина хочу сказать, большое ему спасибо, он для русского добровольческого корпуса купил два автомобиля, да, большое ему спасибо. Да, это в сотни раз, на мой взгляд, лучше и важнее, нежели собрать очередной квадратный стол, прошу прощения, квадратный, круглый стул, господи, стол, ой, совсем уже запутался. Вот у меня про унитазы мне проще говорить, видите, Дмитрий, да, и, значит, думать и мечтать о прекрасной России будущего. Ну, вот я знаю, да, тот же там, Чичваркин, например, он лично ездил в Бучу, привозил турникеты, привозил какое-то медицинское оборудование, да. Хорошо, окей, вы не хотите там помогать нам финансово, не хотите, там, я не знаю, боитесь, дело ваше. Помогите нам медийно, расскажите о нас, да, пришлите к нам еще людей, добровольцы, да, расскажите о нас, у вас такие серьезные медийные возможности, да. Ну, я уверен, что есть русские люди, которые до сих пор еще не знают про нас, или не знают, как к нам попасть, или боятся, или волнуются. Подтолкните их, скажите, вот есть парни, русский домашний корпус, бьются, бьются они на жизнь, а насмерть, с первого дня войны. Давай подключайся, давай присоединяйся. Ну, мы уже здесь со своей стороны все сделаем, у нас есть базы, тренировки, там, мы обучим, мы вооружим, ну, все будет нормально. Ну, они даже этого не делают. Денис, а что вы о Путине думаете? Ну, ну, тиран, безусловно, тиран, диктатор, кровожадный абсолютно убийца, лицемер. Вот он, кстати, кстати, на крови поклялся уничтожить. Национализм, в принципе, любой. Его устраивает только кавказский национализм, да, его любимый дружеский, там, чеченский, да. Любой другой? Нет. Ни русский, ни украинский, да, вот он вот считает нас, в принципе, своими вот такими заклятыми врагами. Поэтому, конечно, для меня это безусловный враг. Хотя я слышал, что он такой, на самом деле, выросший на питерской улице понятийный такой чувак. И я, в принципе, думаю, что, наверное, где-то это правда, потому что за всю свою историю на данный момент он только два раза встречался, да, за одним столом в какой-то такой формальной или неформальной обстановке с теми, кто протестовал, да, и каким-то образом митинговал против. Первый раз это была встреча с фанатами после беспорядков на Манежной площади. Когда он приехал, собрали, значит, всех глав фанатских больших формирований, он там с ними пил пиво, там, говорил, парни, там, значит, околдовывал, их успокаивал. А второй раз это были участники марша справедливости, да, были бойцы ЧВК Вагнер, которых он тоже, ну, командиры, естественно, которых он тоже собрал за один стол. О чем это говорит? Это говорит о том, что этот человек уважает исключительно силу, да, он мыслит только вот этими категориями. Почему он никогда там не встречался вот так официально или там неформально с представителями оппозиции? Потому что он не видит в них угрозы. Ну, вот и все. А, да, там, да, 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 вы собрали там митинг очередной, там, семь колец ОМОНа, ага, все, да, спасибо, до свидания. Или даже просто до свидания, без спасибо. С ними никогда не было ни разговора, ни диалога, ничего, да, вся несистемная позиция Путина не интересует и не страшит. А как только, да, появляется некая сила, которая, в которой он чувствует угрозу, да, он сразу предпринимает какие-то решительные действия. Мне очень лестно то, что на втором году существования русского добровольческого корпуса, в этом марте, да, когда происходили так называемые выборы в РФ, русский добровольческий корпус как раз проводил свою ограниченную военную операцию на территории Белгородской области. После инаугурации, да, там была пресс-конференция, и журналист спросил, Владимир Владимирович, а что вот вы скажете про русский добровольческий корпус? Они уже не могли просто молчать, да, и он сказал, видно было, что ему прям вот неприятно, это власовцы, а с власовцами вы знаете, что мы делаем, я хочу, чтобы к ним относились, как если бы они всегда были на поле боя. Да, ну то есть, по сути дела, он дал понять, что он желает нас уничтожить. Такой чести другие подразделения не удостоены, да, и, конечно, я понимаю, что это успех. И на следующий день он встречался с представителями силовых ведомств и снова сказал, я прошу, я прошу представителей силовых ведомств обратить особое внимание на русский добровольческий корпус, да, то есть, настолько, настолько ему мы неприятно делаем, да, нашим одним фактом существования, что он вот прям вот, видно, вот он ерзает, не нравится ему. Но это понятно, потому что мы бьем, бьем в нерв. А что будет с Мариным, на ваш взгляд? Смотря кто до него первым доберется. А вы добрались вы до него? Ну, если получится какой-то красивый такой яркий бросок на Москву, да, марш справедливости 2-0, ну, его ждет трибунал, скажу так, Дмитрий. То есть вы бы его не убивали, вы бы довели его до трибунала? Да, ну, понятно, что его судьба в любом случае отягощена огромным количеством преступлений против русского народа, украинского народа, народов Кавказа в том числе, да, то есть судьба-то его в любом случае предрешена. Просто я не считаю правильным устраивать какую-то кровожадную расправу, там, аля Каддафи, там, не знаю, засовывать ему там железный пруд в задницу и там толпой его забивать. Ну, мы же не варвары. Вы сказали о встрече Путина, о встречах Путина нескольких сейчас, да, и я подумал о том, вы же специалист по ММА. Хабиб Нурмагомедов. Да. Интереснейшая фигура вообще непобедимого бойца, который долго жил в Украине, который не поддержал... Я ошибаюсь. Где? Если я ошибаюсь, в Запорожье. По-моему, в Полтаве. Ну, надо уточнить. Да. Который не поддержал официально так называемую СВО, который находится не в России, там в России против него предпринимается уже движение по налогам, по каким-то задолженностям и так далее. Скажите, пожалуйста, а вы встречались с Нурмагомедовым? Я был на соревнованиях, где он выступал в качестве тренера. Ну, это было еще до того, как он стал звездой UFC, и тогда он был просто там известный в рамках борцовской среды парень из Дагестана. Ну, интересный парень, правда? Ну, безусловно. Просто интересно, что вот он такой пытается, как говорит моя мать, проскочить между умными и красивыми, да. То есть вести дела в России, сфотографироваться с президентом, но его не поддержать. Поэтому я так понимаю, что он, видимо, хотел в какой-то момент стать политической фигурой, но, видимо, его зарезали в этом плане и сказали, вот ты там спортом занимаешься, кувыркаешься, потеешь на ковре. Вот потей, больше лезть никуда не нужно. Я думаю, что это, я думаю, что вот что-то типа такого в какой-то момент состоялось. Напоследок задам вам вопрос, Денис. Исходя из того, что вы знаете и что чувствуете, когда и как и чем закончится эта война? Война, это, безусловно, закончится нашей победой, Дмитрий. Но до этого нужно работать, нужно проявлять твердость. Я много раз обращался и к матерям и женам украинским. Не нужно прятать своих мужей и сыновей от войны. Это священный долг каждого настоящего мужчины защищать свою родину. В конце концов, я знаю огромное количество 17-18-летних парней украинцев, которые пошли на эту войну. Я знаю о парнях, которые свое 18-летие праздновали на Азов-Стале. Есть огромное количество примеров героизма украинских парней, мужчин возрастных, которые себя проявляют на этой войне. И их нужно поддержать. Война продолжается. Она не где-то там, в далеком Торецке или Авдеевке. Она постоянно, она тяжелая, она изматывающая. Я все это прекрасно понимаю. Но я хочу, чтобы люди в Киеве, в Ивано-Франковске и Львове осознавали, что каждый может и должен свой вклад в эту победу внести. Русские добровольцы свой выбор сделали. Русские добровольцы оставили жизнь в России хорошую, мещанскую, среднюю. Перечеркнули ее, по сути дела. Взяли билет в один конец и приехали сюда, чтобы бороться. И я был бы очень рад, если бы желающих взять в руки оружие, защищать территориальную целостность Украины, было еще больше. Русский добровольческий корпус показывает и русским, и украинцам, как это должно быть. Поэтому давайте вместе держаться. Давайте вспомним атмосферу, которая была в самом начале войны. Насколько все были друг за друга, брат за брата, жертвовали, помогали. Нужно держаться. Да, я очень люблю фразу «ночь темнее всего перед рассветом». Когда наступит рассвет, вы не сказали. Мы бьемся, мы его ждем, вы же знаете. Он наступит. Денис, спасибо вам большое. Мне было очень интересно с вами. Я надеюсь, когда будет получше ситуация в плане моей безопасности, в плане того, когда вы сможете приехать куда-нибудь в Киев, мы сделаем с вами еще не одно большое и интересное интервью. С превеликим удовольствием, Дмитрий. Прошу прощения за спартанский антураж, но есть как есть. Спасибо вам. Спасибо вам большое за приглашение и за то, что вы делаете.